Как организовать агитационную работу, чтобы обеспечить высокую явку электората и мотивировать людей активнее участвовать в политической жизни региона и страны? Ответ на этот вопрос искали сообща. Несмотря на трудности в экономике, Самарская область получает субсидии из федерального бюджета почти в прежнем объеме. Наш регион по многим позициям на передовой. Прочное лидерство по строительству жилья – 2 миллиона квадратных метров по итогам прошлого года. В регионе строятся новые спортивные объекты и школы, реализуются крупные социальные проекты. У нас уже политически опорным регионом в Москве считали. Уже считали. Уже многие вещи, которые я перечистил, которые мы делаем, и сейчас мы проголосовали дополнительно по середуме на 2,8 миллиарда рублей на здравоохранение, спорта, и так далее, и так далее. 2,8 миллиарда рублей, я хочу сказать, это все дополнительные средства. Губернатор Николай Меркушкин входит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия». На встрече глава региона подвел итог прошедшего в Москве съезда, на котором с программной речью выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. На съезде утверждены кандидатуры, которые будут бороться от Самарской области по одномандатным округам и партийным спискам за мандаты федерального парламента. И кто из них пройдет, во многом зависит от собравшихся в зале. Говоря о работе с жителями, губернатор пояснил, что очень важно доносить правдивую, объективную информацию о положении дел в регионе. Вместе с тем Николай Меркушкин отметил, что есть силы, которые критикуют руководство региона среди оппонентов и представителей законодательной власти. Тарак Капажин заявил о отключении в судительнике Михаила Матвеева. При этом все ветераны научены его оскорбительным националистическим высказанием. Защищая Родину, мы никогда не думали о том, то, какой национальности, так как у нас одна страна – это Россия. Нужно не бояться, открыто и прямо говорить о лужевых и личных приложениях, которые пытаются в очередной раз напонуть людей различных политиканов. В поддержку действующей власти высказались многие представители крупнейших общественных организаций Самарской области. Глава Федерации профсоюзов региона Павел Ажередов заявил, что 600 тысяч членов организаций не останутся в стороне от важнейших социально-политических процессов в стране. Мы просто обязаны использовать патриотический подъем в обществе, поддержку инициатив губернатора Николая Ивановича Меркушкина и президента страны Владимира Владимировича Путина, чтобы обеспечить яхту избирателям на выборы 18 сентября не менее 90%. Поэтому одним из самых больных вопросов, вероятно, будет яхт. Как это сделать? Как обеспечить? И, Павел Ажередович, вы можете рассчитывать, безусловно, на заводской промышленный актив. Больше яхт и больше депутатов. Больше депутатов – больше выгоды для нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова